всем привет или с возвращением сегодня я хочу обсудить вопрос которым за последний год сталкиваюсь очень и очень часто и вопрос который вызывает одни из самых кровавых споров среди веганов и это покупать или не покупать продукты с маркировкой может содержать следы яиц или молока и признаться одной из самых главных мотиваций для меня сделать это видео было просто тягость от необходимости каждый раз отвечать на один тот же вопрос поэтому теперь я просто могу скинуть людям ссылку и если вы собственно по одной из таких ссылок перешли то добро пожаловать пожалуйста досмотрите видео до конца возможно ваша жизнь после этого станет немного легче и так для тех кто не знает о чем вообще идет речь есть огромное количество продуктов особенно переработанных и многокомпонентных в составе которых вроде как нет ингредиентов животного происхождения но есть вот такая вот надпись и многих людей она сбивает с толку потому что непонятно что же это таинственно может содержать вообще означает и я помню как в свое время сама читала и смеялась над тем что вроде как производитель сам не знает что входит в состав его продукции но как оказалось все не так забавно хотя выбор формулировки однозначно сомнительный как все я думаю прекрасно понимают большинство производителей на сегодняшний день не являются веганскими особенно если мы говорим про производители всяких сладостей снеков и соусов и особенно если мы говорим про страны снг тем не менее среди продукции именно этих производителей очень часто случаются товары в состав которых не входят ингредиенты животного происхождения хороший тому пример некоторые вафли и батончики фирмы roshan шоколад с марципаном риттер спорт кукурузные снеки производства ашан и куча разных соусов украинского и российского производства несмотря на то что для их производства не используются животные продукты их все же не изготавливают на отдельных заводах и в полной изоляции от другой продукции это не только не выгодно но и почти что невозможно учитывая что большая часть сырья все же общая поэтому зачастую продукты исключительно растительные изготовляются в одном и том же помещении или даже на одном и том же оборудовании что и другие товары естественно после тщательного мытья понимая что в подобном процессе возможно перекрестная контоминация производитель указывает на своем продукте что он может содержать следы арахиса сой яиц молока и чего угодно другого что может вызвать очень сильную аллергическую реакцию у склонных к ней людей это способ предупредить покупателя о возможном вреде для его здоровья но в то же время обезопасить себя на случай если кто-то умрет съев рогалик в котором затерялась микро частичка молока и тут у многих веганов возникает вполне себе справедливый вопрос как же можно назвать этичным да еще и покупать продукт в составе которого мы не можем быть на сто процентов уверены давайте же попробуем на этот вопрос ответить с одной стороны я вынуждена вас расстроить исходя из этой логики вы не можете быть на сто процентов уверены в составе почти никаких продуктов особенно если они много компонентные во всем мире и уже в украине есть требования касательно маркировки аллергенов которые входят в состав продукта они обычно выделены жирным шрифтом или курсивом в конце состава большими буквами написано содержит то и это но нигде и никто не обязан указывать те ингредиенты которые могут попасть в конечный продукт случайным образом даже если речь идет о производстве на одном оборудовании те фразы о которых мы сегодня говорим это исключительно инициатива производителя у которого как мы уже выяснили есть две основные мотивации обезопасить себя и своего покупателя и есть такое же количество если не больше производителей которые эту инициативу не проявляют даже если их продукция больше склонна к контоминации поэтому купите ли вы шоколадку на которой написано что она может содержать молоко или яйца или будете очень долго искать аналог на котором этой надписи нет скорее всего разница будет только в количестве напечатанных на ней букв более того к этим самим буквам тоже нет никаких требований производитель сам выбирает предупреждать своего клиента или нет и какие фразы для этого использовать поэтому многие пугаются когда видят может содержать молоко и спокойно покупать продукты с надписью сделано на одном предприятии с молоком хотя речь может быть об одном и том же с другой стороны я вынуждена вас обрадовать потому что перекрестная контоминация выглядит далеко не так как ее любят описывать стражи веганского порядка это не окровавленный стол после потрошения коровы на котором бережно режут французский багет самая распространенная причина кросс-контоминации это попадание микрочастиц нежелательных ингредиентов в конечный продукт просто из-за нахождения их в одном помещении в одном цеху могут стоять пакеты с орехами какие-то контейнеры с сухим молоком и яичным порошком мешки с сахаром и другими сыпучими ингредиентами какова вероятность того что при транспортировке какой-то несчастный один арахис выскочит из своего мешка и попадет в контейнер с сахаром вероятность не очень большая но она все-таки есть и поэтому лучшее что может сделать производитель это предупредить потребителя у которого может быть смертельная реакция на арахис далее на одном оборудовании могут изготовлять два вида хлеба в один из них идет яичный порошок а в другой не идет и изготовляют огромными партиями друг за другом и естественно после смены рецептуры тщательно моет оборудование согласно санитарным нормам хлебопекарной промышленности но что если у потребителя сильнейшая аллергия на яйца с огромной вероятностью анафилактического шока что лучше всего сделать производителю конечно же обезопасить и себя и своего покупателя и предупредить что вероятность кросс-контаминации все-таки есть даже если она минимальная существует еще один сюжет представьте себе в огромном цеху на двух разных машинах изготавляют два вида круассана в одном из них делают кроссан с клубникой в котором только ингредиенты растительного происхождения а на другой машине делают какой-нибудь кроссан там с ванилью я не знаю и сухое молоко штука летучая какова вероятность того что при высыпании сухого молока из мешка в машину какие-то его микро частички долетят до другого оборудования где делают кроссан с клубникой вероятность не очень большая но опять таки производителю намного лучше предупредить об этом покупателя у которого может быть сильная реакция на молоко в общем не думайте что если вы съедите бутерброд с хлебом из второго примера вы обязательно поперхнетесь яичной скорлупой речь идет не об этом речь идет о вероятности загрязнения конечного продукта нежелательными ингредиентами при транспортировке хранений и производстве продукции определить степень этой вероятности очень сложно потому что как мы уже сказали нет никаких требований но преимущественно это делается для тех кто может умереть просто понюхав печеньку с яйцом или арахисом в общем про стопроцентную уверенность в составе продукта мы более менее поговорили теперь вопрос в том можно ли считать подобную продукцию этичные и что еще важнее можно ли нам веганам ее покупать и ответ мне кажется зависит от того что для вас важнее погоня за каким-то титулом идеального вегана или все эти причины из-за которых мы веганами собственно и становимся если вариант первый то конечно же ищите продукцию без маркировки избегайте продукцию больших производителей можете даже обвинять в неэтичности всех тех людей которые этого не делают но как мы уже выяснили нет никакой гарантии что продукты без маркировки не имеют такой же степени кросс-контаминации какие те продукты на которых такая надпись есть так что ваш круассан скорее всего будет лучше только на словах даже полностью веганские производители от этого не застрахованы ведь проблема может быть в самих ингредиентах если вы решите себя полностью обезопасить и перестанете покупать много компонентные товары то скорее всего вы станете чуточку здоровее но проблема от этого никуда не денется потому что перекрестная контоминация возможно и в специи и в орехах и семенах и крупах и даже овощах и фруктах потому что опять таки транспортировка хранение обработка идеально веганских продуктов вообще не существует все мы знаем как много грызунов и птичек умирает во время обработки полей или сбора урожаев вопрос в том где провести черту чтобы с одной стороны мы могли продолжать есть а с другой стороны наиболее эффективно продвигать идеи веганства и поливать грязью человека который очень старается перейти на растительное питание и есть мюсли которые сделаны в одном помещении с молоком это явно не самый эффективный способ это делать если же вариант второй то ответ однозначный да вы можете покупать такие товары если хотите потому что с большой вероятностью там нет ингредиентов животного происхождения и потому что эти товары помогают делать веганство нормальным покупали их вы показываете окружающим что веганить не так уж и сложно потому что можно покупать огромное количество продуктов и вы также показываете производителю что на их товары без продуктов животного происхождения растет спрос наконец мы делаем жизнь проще самим себе потому что напомню большинство людей перестают быть веганами очень скоро после начала так как находят весь этот процесс слишком сложным особенно социально и если вы думаете что с вами это не произойдет то вы огромные молодцы но кроме нас в этом мире есть огромное количество людей которым веганство может быть сложным также как нам может быть сложно танцевать чечетку или решать алгебраические уравнения и если мы хотим популяризировать веганство и помогать таким образом экологии и животным то нам нужно думать более масштабно и делать его проще и доступнее для всех людей если вы сами не хотите покупать такие товары и предпочитаете исключительно веганских производителей или только цельные продукты то это очень здорово и круто главное не создавайте вокруг этого ареал морального превосходства потому что его там как мы уже выяснили нет и не пытайтесь заставить других людей принять вашу точку зрения с помощью травли это не только не работает но и действует в противоположном направлении стремиться к недостижимому идеалу и какой-то веганской святости эта штука довольно пагубная причем не только для вашего психологического состояния но и продвижение нашей общей идеей так что решать только вам спасибо как всегда за ваше время подписывайтесь на канал оставляйте все ваши вопросы в комментариях и до следующего раза